Здравствуйте коллеги, меня зовут Лебедев Юрий и сегодня вашему вниманию я представляю вебкаст на тему управления историей транзакции YUM в CentOS 7. Компания SystemAdmins.ru предлагает услуги по установке, настройке, администрированию операционных систем семейства Linux, таких как CentOS, Debian, Ubuntu и многих других. В том числе услуги по настройке файловых систем, кластеров, построению отказоустойчивых систем и серверов под определенные нужды, почтовый сервер, веб-сервер, контроллер домена, сервер IP-телефонии и так далее. А также услуги по настройке безопасности, защите от вирусов, оптимизации производительности и многое другое для обеспечения стабильной работы ваших серверов. Сегодня у нас четвертый вебкаст, в котором мы разбираем последний базовый элемент работы с YUM в CentOS 7. Это транзакции. Причем не важно, что вы будете делать, обновлять какие-то части системы или систему в целом. Будете ли вы это делать при помощи локальных или удаленных репозиториев, будете ли вы работать с пакетами или группами пакетов, везде используются транзакции. YUM работает на транзакционном механизме. Именно он разрешает зависимости, именно он производит установки. Сегодня мы погрузимся в процесс работы транзакции, посмотрим, как поднимать историю, как управлять историей, как работать с отдельными транзакциями. Работать мы будем в окружении NERV LOCAL. Мы располагаемся на машинке KVM ADM-01. С ее помощью мы будем подключаться к гипервизору KVM, который располагается на машинке KVM-03 и там развернуты необходимые нам виртуальные машины. Для сегодняшнего вебкаста нам потребуется машина C73VM-01. Давайте ее запустим. Подключаемся к KVM-03. Запускаем машинку C73VM-01. Пускай она грузится. Что касается конфигурации машины, то это CentOS 7.3, установленный в режиме Infrastructure Server с аппаратными характеристиками, которые представлены на слайде. Тут, в общем-то, скрывать нечего. Начнем с простого. Мы сгенерируем некоторое количество транзакций и после этого начнем к ним обращаться. Обращаться к транзакциям и к истории транзакций можно при помощи команды UMHistory. То же самое делается при помощи UMHistoryList, то есть ключевое слово «list» можно опускать. Чтобы получить больше информации по транзакциям UMHistoryListAll, то есть также можно использовать поиск по глобальному вооружению, например, пакет, который участвовал в той или иной транзакции, либо использовать начальную ID и конечную ID. При этом в каждой транзакции вы получите ее идентификатор, имя пользователя, который вызвал транзакцию, точнее, из чьей сессии была запущена транзакция. Можно сказать, что транзакция запускается от имени пользователя root, но кто это инсценировал через su, su, do, неважно, вы это узнаете. Дата и время, когда это произошло, действие, которое выполнялось, а также какое число пакетов было задействовано. Что ж, давайте начнем с простого. Запустим терминал, подключимся к нашему машине и сделаем несколько действий. Например, что-нибудь поставим. Также поставим что-нибудь с зависимостями, например, nfs.utile. При этом, чтобы сократить время поиска для U, мы ему сразу скажем, что мы указываем имя пакета, а не какой-то файл. Также yes, происходит установка. Давайте попробуем поставить при помощи командочки rpm просто пакетик какой-нибудь с диска. Для этого замонтируем себе шару на nfs.02. Готово. Давайте поставим какую-нибудь группу пакетов. maria.db.server. Тут у нас 10 пакетов. Ну и для того, чтобы было все еще веселее, удалим, допустим, что мы там вначале ставим zsh и что-нибудь обновим, например, bash. Готово. Сгенерировали некоторую историю транзакции. Как в нее посмотреть? UmeHistory или UmeHistoryList. Как видим, вот наша транзакция. Она состоит из шести действий. Это идентификаторы транзакций. Логин, который используется для установки, обращаю внимание, система unset. Это анаконда, производила начальную установку системы. То есть инфраструктный сервис занимает 479 пакетов. Ну и дальше пошли вот наши zsh и так далее. Мы можем посмотреть то же самое при помощи UmeHistoryList. Тут ничего не отличается. Мы можем посмотреть на всю ситуацию при помощи указания конкретной транзакции. Например, меня интересует, что там в четвертой транзакции за 10 пакетов было установлено. И я вижу, да, это был group install, MariaServer. Производилась установка 10 пакетов. То есть уже видим команду, которая работала. Можем указать несколько транзакций. Например, 4, 5 и 1. Пожалуйста. Он, разумеется, их разместит по порядку. 1, 4, 5. Install, install, erase. Когда, кем. Тут все просто. Можно указывать в диапазоне. Например, со 2 по 5 транзакции. Пожалуйста. При этом, если посмотрите, то у нас тут выписываются различные действия. Это сколько было с действием пакетов, а также вот стрелочки. Это именно информация, которая может быть отображена. А в рамках одной транзакции за раз у нас может выполнить несколько действий. Когда действие одно, например, там, erase или install, update, то есть неважно, будет записано целиком. Если действий несколько, то они будут записаны через запятую. Например, что-то у нас в downgrade, что-то в erase, что-то в install. Соответственно, они все через запятую будут указаны. Помимо этого, добавляются различные значения. Например, стрелочки, которые и у нас отображены. Вот они. Они обозначают, что между двумя транзакциями произошло обновление базы RPMDB. И когда это произошло, мы видим. Если транзакция не смогла завершиться, вы получите там звездочку. Если транзакция завершилась, но код выхода операции был больше нуля, соответственно, вы получите решетку. Также у вас может быть транзакция завершена с предупреждениями. Это буковка E. Транзакция завершилась, но при этом существуют проблемы в базе RPMDB. Буковка P. Ну и, соответственно, транзакция завершилась, но была использована опция skip. То есть мы там что-то скипнули, пропустили какую-то ошибку, либо зависимость. Соответственно, будет указана буква S. Ну и, обратившись к институту транзакции, вы увидите, что у вас происходило с теми. В частности, я вижу, что у меня между транзакцией 3 и 4 была RPM установка. Хотя, если бы я делал UMLocal install, то она бы здесь нормально выглядела. И все бы здесь было хорошо видно. Бывают ситуации, когда ваша база данных UML и RPM могут разойтись и быть несинхронизированы. И для того, чтобы эту синхронизацию провести, чтобы увидеть вот эти все стрелочки, мы можем это сделать вручную. UML History Sync синхронизирует нашу информацию. И потом при помощи UML History в Самаре вы можете отобразить информацию о том, какие транзакции как у нас происходили. Ну, давайте выполним синхронизацию баз данных. Хотя в нашем случае она у нас прошла успешно и мы и так все видим. Выполняем. Это делается для того, чтобы, если вы что-то поставили RPM, UML уже не попытался это ставить на системе и ошибок не возникло. Видим, History Sync прошел успешно по каждому из наших пакетов. UML History Саммари. Нам покажут информацию. То есть, системно была установка, а также от имени root за последний день мы видим тут erase, install, update. 26 пакетов было изменено. Никакой проблемы нет. Вот, если вас интересует информация по каким-то отдельным вещам, например, что у нас там происходило с ZSH, то мы видим, да, у нас во второй транзакции ее ставили, оболочку ZSH, в пятой ее удалили. Пожалуйста. То есть, также мы можем использовать информацию и дополнительную информацию по пакетам. Package List, ZSH. Ну, как видим, erase, install и так далее. Можно использовать глобальное выражение, например, какие у нас тут библиотеки участвовали и вся информация по ним. Вот как зависимость что-то ставилась, да. Если что-то где-то удалялось, можно это тоже найти. И в какой транзакции это происходило. Происходящие транзакции можно проверять по каждой отдельной транзакции. History Samari, History Info, а также есть аддон Info, который позволяет нам обращаться к дополнительной информации, которая была во время транзакции записана. Что записано во время транзакции? Это, собственно, глобальная опция U. Для того, чтобы, если я вдруг захочу повторить эту транзакцию, чтобы я мог все воспроизвести, в том числе и конфигурационный файл глобальный. Это config main информация. Информация по репозиториям, какие были включены, отключены. Если, например, я хочу повторно воспроизвести транзакцию с установкой, то потребуются те репозитории, которые были включены в момент выполнения транзакции. Вот config repo сохранить информацию по всем репозиториям. Ну и SavedTX – это как раз информация о транзакции. Вы ее можете экспортировать и потом запустить транзакцию с ее использованием. Давайте посмотрим. Смотрите, возьмем какое-нибудь простое действие. Yum History Samari 1. Вот информация по всем пакетам, что у нас произошло. 2. Со второй по пятую транзакцию. То есть, видите, можно прям кусками собирать информацию, что, где, когда происходило. Вообще, Yum History List выводит последние 20 транзакций. Поэтому, если нужно больше, то это нужно указывать вручную. Не считая этого случая, когда вы транзакцию обнулили. Это мы посмотрим чуть позже. Вот. Если мы хотим узнать какую-то информацию по какой-либо транзакции, например, по четвертой, Yum History Info и указываем номер транзакции. Вот четвертая транзакция. У нас в рамках этой транзакции была основная обозванных MariaDB и вместе с ней куча зависимостей. Если я напишу сейчас Yum Remove и даже группу MariaDB сервер укажу, он удалит не все пакеты, только обязательный пакет. Зато, если я буду откатывать транзакцию, то будут удалены все пакеты, которые поставились в рамках этой транзакции. Ну, тут, конечно, есть еще проблема, что если какие-то другие пакеты требуют их зависимости, то я не все смогу удалить. Но это отдельно. Я могу посадить дополнительную информацию по этой транзакции. AddonInfo и номер транзакции. Он мне выведет ее. Это configmain, configrepus и saveitx. То, что у меня здесь есть. Ну, что меня интересует, например, configmain. Вот глобальный config, который у меня использовался. И я тут могу посмотреть все опции глобального конфига. Причем, если вы в yumconf зайдете, там опций будет меньше. Потому что там только те, что прописываются. А это все параметры по умолчанию, которые здесь используются. Поэтому может быть полезно. Ну, а также мы можем посмотреть, какие были использованы репозитории. Это configrepus. Пожалуйста. Вот у нас тут один репозиторий, второй и так далее. Со всеми ссылками, которые были задействованы. Если говорить про возможности работы с транзакциями, вот saveitx можно выгружать. То есть, также saveitx выгружается автоматом, если вы отказываетесь от какой-нибудь транзакции. Например, я пытаюсь поставить httpd, но вдруг вспоминаю, что что-то там я не сделал. И я от нее, от установки отказываюсь. Вот у меня транзакция сохраняется в TMP. Вот она. И если мне нужно ее воспроизвести, я могу просто к ней обратиться. Umloatransaction. И указываю этот файлик. Транзакция загружается, и мы возвращаемся на прежнее место. Да, да. Все, поставили. Вот такая вот нехитрая вещь. То есть, также, если выгружать через экспорт saveitx, посмотрите, в мане как это делается, то можно перебросить, например, на другую машину транзакции. Там главное, чтобы RPM-бас данных сошлись. Но это тоже можно проигнорировать. Это первое. С проверкой транзакции, с загрузкой, я думаю, все понятно. Интереснее то, что можно любую транзакцию откатить. То есть, если что-то поставилось, все это удалить. Если что-то удалилось, все это поставить. И наоборот, повторить, если нам это необходимо. Это делается при помощи YUM History ANDA, YUM History RED. Что касается выгрузки транзакции, YUM-QHISTORY, ADINFO, SAVITX, FILE, и потом число транзакций, что вы окружаете. Это мы с вами уже посмотрели. Давайте посмотрим на ANDA и RED. Например, опечаточка, YUM HISTORY. А у меня есть четвертое действие, в котором я поставил MariaDB. Я вдруг решил от этого отказаться. Хорошо. Ну или, например, если я забыл, что я поставил там четвертую, YUM HISTORY INFO, вижу, что я поставил MariaDB, кучу зависимостей из базовой репозитории, я хочу от них отказаться. Что я делаю? YUM HISTORY UNDER и действие 4. И у меня предлагается удаление пакетов. Remove 10 packages. Удаляем. И 10 пакетов было удалено. При этом это действие также записывается у меня в транзакцию, в восьмой транзакции. Если я хочу что-нибудь повторить, например, ту же самую четвертую операцию, когда я ставил MariaDB, YUM HISTORY REDA и номер транзакции. Находит зависимости, производит установку. Такая вот простая и удобная вещь. Довольно удобно. Можно пользоваться, откатывать транзакции, докатывать. При этом, обращаю внимание, если вы откатываете транзакцию, удаляйте все пакеты. Да, не только те, которые он посчитал обязательными в рамках группы или еще как-либо. Помимо этого, у нас есть команда YUM HISTORY NEW, которая позволит нам создать новую базу транзакций. Но там не совсем такой простой механизм, он чуть сложнее. У нас есть VARLEIB YUM HISTORY, каталог, в котором хранится база данных истории транзакций. Когда вы делаете YUM HISTORY NEW, там создается дубликат файликов, но пустыми. И пока они существуют, вы видите новую историю. Если вы откажетесь от новой истории, то, может быть, вернуться к старой истории. Ну, там не более двух на один день. Если в несколько дней, то, может быть, файликов несколько. То есть, если в рамках одного дня вы делаете дважды новую транзакцию, то предыдущим файлам присваивается точка OLD. Если же файл различается по дням, то используется последний файл дня. Давайте посмотрим, как это выглядит, чтобы было чуточку понятней. Итак, вот наш каталог. В нем есть несколько файликов. Это 2017-02-25, когда была произведена установка. Давненько я собирался записывать этот вебкаст. History, SQLite и, соответственно, журнальчик. И я могу к ним обратиться через UmeHistory. Ну, поэтому, может, конечно, через SQLite обратиться, но это не так интересно. Через UmeHistory я могу к ним обратиться, я все вижу. Если я запускаю UmeHistory.new, то история мне недоступна. Но здесь у меня в каталоге появились новые файлики с более новой датой. Если я от них откажусь, то вернуться к предыдущей истории я уже не смогу. Никогда. Просто UmeHistory. Вот, пожалуйста, новая транзакция. Так. А, у меня уже установлено. Давайте удалим его. Просто, чтобы сделать какую-нибудь запись в транзакции. Готово. Есть у нас транзакция одна. Вот. И сделаем снова UmeHistory.new. И, как видим, тут уже дата одна и та же, поэтому old. Если я удалю новые. А старые переименую. А старые переименую. Так. Опечаточка. Так. И вон у меня еще History Journal, который. Все. То я вновь могу обратиться к истории. То есть, так же, если я просто удалил более новые файлы, когда дата разная, я бы вернулся к старой истории. Вот. Но на одну дату не больше двух файлов. Таким вот уже. Потому что один будет актуальный, второй будет .old. Делайте новый, старый переписывается. Поэтому это учтите. Что ж. Подведем итоги. Вот мы разобрались с вами с тем, как отображать транзакции. Как их проверять. Как синхронизировать UmeHistory.com и RPM. Как использовать кат и повтор транзакции. А так же, как создается новая история транзакций. Я думаю, здесь все понятно и просто. Если вы хотите углубиться в тематику, то в первую очередь обратитесь к установленной документации. Это команды yum.yum.db. Конфигурационный файл yum.conf. И набор утилит yum.utils. Ну и онлайн документация на сайте yum.base.ru.org. Там есть гайды. В них пошаговые инструкции по различным действиям. Ну а наш вебкаст. Это четвертый вебкаст в группе. Он завершается. Если предыдущие не смотрели, разумеется, начинайте с них смотреть. Также много полезной информации по центру не только собрано у меня на сайте. Материал данного вебкаста закончился. Если появились вопросы и пожелания, прислайте их мне в почту на lebedefury.gmail.com. Подписывайтесь на новости у меня в блоге на lebedefum.blogspot.ru. И все мои материалы собраны у меня на сайте. Ну а пройти комплексное обучение по Linux и не только вы можете в учебном центре Softline Education. На этом все. Спасибо за внимание и будьте здоровы. Субтитры сделал DimaTorzok